КОЛЬЦО НА ПАЛЬЦЕ То есть всего лишь какая-то безделушка на пальце дает нам представление о том, состоит ли в кем-то связи данный человек. Дальше, вот верхняя фотография, это фотография Сталинграда, 1943 год. То есть смотрите, Сталинград, город назван в честь Сталина, идет Великая Отечественная война. Цель Гитлера взять Сталинград. Цель Сталина не дать взять город, в честь которого он назван. Почти 2 миллиона жертв. Что-то я начинаю смущаться, простите. Надеюсь, что продолжу хорошо. Итак, я к тому, что само значение, идеологическое слово Сталинград, которое носит имя Сталина, имело очень важное значение и для самой битвы. А теперь перейдем уже к нашему времени. Так, подождите. Это уже наше время. Лет 6-7 назад в городе Львове, на Украине, были изменены несколько улиц. Например, улицу Лермонтова поменяли на улицу Дудаева. Наверное, все знают, что Дудаев – это руководитель Ченской республики во время Первой Ченской войны. Улицу Тургенева сменили на улицу героев Украинской подстанческой армии. То есть, кто не знает, Украинская подстанческая армия – это каратели, которые боролись с партизанами, с местным населением, воевали против Красной армии. Консул Российской Федерации назвал смену улиц недружественным шагом по отношению к России. Вроде бы, что такого? Где-то во Львове, непонятно где там, были изменены две улицы. Но однако, тем самым государство и город в целом дали понять, что русских они, ну как минимум, не любят. Что же такое название улиц? Почему они так важны? Ну смотрите, мы привыкли, что улицы называются в честь каких-то общественных деятелей, выдающихся людей, писателей, поэтов, ученых и так далее. Вот очень хорошие слова Постовский. Он сказал, что для тех, кто не видит, я протублирую. Название – это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях. То есть, ну да, действительно, мы привыкли, что улицы, как правило, честь называется в честь героев. То есть, людей, которых заслужили этого. Ну это, мы видим, Суворов, Пушкин, Жуков, Столыпин, Менделеев. То есть, и это всем понятно. То есть, это хорошо, улицы нашего города названы в честь достойных, хороших людей, героев. А теперь представьте, что есть некий город вымышленный, улицы которого были бы названы в честь Бен Ладена, Чикатило, Басаева и Гитлера. Вот скажите, у меня к вам вопрос к аудитории. Вы поехали прогуляться по такому городу? Ну просто на экскурсию, побыть вообще, насладиться видами этого города? Нет? Ну вот я бы не поехал, потому что, ну, убьют, наверное, средь белого дня, как минимум, или ограбят. Вот, действительно, это страшно. Мы еще вернемся к этому слайду. А теперь я хотел бы познакомить вас с улицами города Екатеринбурга. Начну я с товарища Хохрякова, потому что он является таким кристальным образцом того, в честь кого названы улицы нашего города. Итак, я вам расскажу краткую биографию Хохрякова. Павлу Хохрякову 24 год. Он работает, вернее, служит на корабле Кочегара. То есть, ну, представляете, да, там интеллектуальный багаж, уровень знаний Кочегара. Начинается революция. Павел Хохряков с подельниками убивают командование корабля и грабят корабельную кассу. Примерно через полгода Павел Хохряков руководитель штаба Красной Армии в городе Екатеринбурге. Для понимания, он главный силовик города Екатеринбурга. Главный ФСБшник, главный военный, главный полицейский. И теперь представьте, что то же самое случилось в наше время. Представьте, что сейчас самым главным силовиком стал Павел Хохряков. Как думаете, будут недовольны? Будут недовольны. И в то время тоже были недовольны. И эти недовольные начали этих товарищей большевиков понемножечку убивать. На это один из идеологов большевистского движения Яков Свердлов заявил, что на кровь нужно отвечать кровью. Развязал красный террор. Согласно, скажем так, красный террор позволял людям, большевикам, хватать несогласных, расстреливать, пытать, брать их в заложники, убивать и так далее. Павел Хряков воспользовался уникальным этим шансом. Он создал карательный отряд Тобольского направления. А что было не страшно воевать, он взял с собой, взял заложников много людей. Это были офицеры и это были священники. Но так как расстреливать людей они умели, а воевать они умели плохо. Поэтому их все время били. Ему стало обидно. И он приказал расстрелять всех со священником. Причем это был не просто обычный священник. Это был епископ Верхотурский, Ермоген. Со священником поступили с особой жестокостью. Его раздели до гола, обрили, избили, привязали к шее камень и утопили. Через три недели после этого Павла Хрякова убили в случайной перестрелке. Я вам рассказал биографию человека, в честь которого названа одна из центральных улиц города. То есть поняли, кто такие в принципе большевики. Не все, но есть такая часть. Товарищ Малышев тоже был участником карательного отряда. Свердлов. Это как раз тот человек, который предложил развязать красный террор. На руках Свердлова по разным оценкам от миллиона семиста до двух миллионов жертв. Улицы Халтурина тоже все знаете. Знаете, кто такой Халтурин? Халтурин это террорист-взрывник. Его целью было убить императора Александра II. Поэтому Халтурин устраивал взрывы. Во время одного из взрывов он хотел убить всю царскую семью, но они приехали позже. Во время одного из взрывов было убито 11 героев русско-турецкой войны. То есть это герои войны. И около 60 человек ранено. А вот Софья Перовская, в честь которой тоже названа улица Екатеринбурга, она довершила то, что не смог сделать Халтурин. И возглавила отряд, который в конце концов так и убил. Убили таки Александра II. Ему там, по-моему, оторвало что-то обе ноги. Перовскую после этого казнили, повешали. Кстати, очень важна реакция людей на то, что их казнили. Люди все выразили одобрение. То есть никто не стал на сторону Перовска, не устраивал митинги, чтобы ее не казнили. Все. От последнего крестьянина до верхушки государства все молчаливо это поддержали. И немолчаливо. Так вот, я вам, в принципе, показал всего лишь 4 улицы. Шахрякова, Свердлова и двух террористов. Вот это вам ничего не напоминает? Нет? Мы живем в таком городе, если что. Часто очень говорят, что нельзя менять название улиц, потому что это история. Это история, историю трогать нельзя, это неправильно. Я бы хотел показать, вот этот круг, это история России. Вот белый треугольник, это история Екатеринбурга. А вот та незаметненькая, вот эта вот штучка красненькая, видите, это история, в которой есть большевики. Если не верите, вот таблица. Основные, скажем так, центральные улицы города, Малышева, Большакова, Вайнера, Валика, все они убиты в 18-19 году. То есть, грубо говоря, в конце 17-го года они пришли к власти, в 18-м году они уже были убиты. Что за эти там полгода-год они сделали для Екатеринбурга в целом или для страны? Что можно сделать за год? Ничего нельзя сделать за год. Вот это наша история, что ли? Вот этот год или там полгода, мы общались с людьми, да, которые, ну смотрите, есть общественное мнение, да, которое говорит, что нельзя улицы менять по причине того, что историчность, а также по другим причинам. Например, то, что менять улицы, это достаточно затратно и всем будет очень неудобно. Мы предлагаем такую вещь, как практика двойных названий. То есть, мы понимаем, что если сейчас вот разом все улицы Екатеринбурга дружно поменять, то у нас станет хаос. Никто не будет понимать, что куда ехать и кто где живет, да, поэтому мы предлагаем практику двойных названий. То есть, вводится новое название, например, улица Тихвинская, да, то есть, вернее, это старое название улицы Хриковой, Тихвинская, в честь Новотихвинского монастыря. А внизу пишется бывшая Хрикова. И таким образом такое может продолжаться 3, 5, 10 лет, пока наконец-таки народное, вернее, масса вот этого знания о том, что это улица Хрикова не уйдет. Дальше нам говорят, что все это достаточно дорого, перенадить улицы, это же нужно столько денег из бюджета взять. На самом деле, во-первых, это не так уж много денег, а во-вторых, мы разговаривали с бизнесменами, у которых есть офисы на этой улице, которые живут на этой улице. Они готовы это взять на себя, 200, 300, 400 тысяч, захотят больше, вложат, и будут у нас не просто таблички, а вот такие вот бронзовые некрасивые таблички. Ну и последнее, все также говорят, что нельзя ни в коем случае, потому что нужно срочно менять паспорта, документы, все-все нужно поменять. Это ложь. На самом деле, мы изучили все нормативную базу, касающуюся переименования улиц, и в одном из этих документов нет никакого упоминания, что нужно это менять. То есть, действительно, мы уточняли, менять никакие документы ничего не нужно. И вот внизу, давайте такой вопрос. Вот в целом, вы как поддерживаете идею переименования улиц? Нет? Поднимите руку те, кто поддерживает. Хорошо, хорошо, хоть кто-то есть. А хотели вы посмотреть на тех людей, которые, скажем так, могут приложить усилия и переименовать улицы? Хотели поставить? Я вам сейчас их покажу. Нет. Вот эти люди, которые сядут в этом зале, то есть, согласно вставу города, мы с вами имеем полное право перенать улицы города, в котором мы живем. Спасибо. Спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений. На самом деле, я волновался в середине, потом слегка отпустил, я понял, что живу на улице Черепаново. Братья придумали паровоз, никого не убивали. Вообще классные люди просто. Очень хорошие. Евгений, у меня вопрос такой. Вот я слышал, что недавно хотели переименовать Сака и Ванцети улицу, по-моему, улицу Путина. Как-то вы к этому имеете отношение? Да, это действительно была наша инициатива, я объясню, для чего это все нужно сделать. Вот смотрите, вот сейчас, сейчас… Нет, ну вы же не дослушали? Подождите секундочку, можно я отвечу? Сейчас Евгений, да, ответит и… Смотрите, смотрите какая вещь. Вот сейчас в зале примерно 150 человек, да? То есть я донес эту идею до 100 тысяч человек, вы меня услышали. Но для того, чтобы переименовать улицу города, 150 человек это недостаточно. И 1500 недостаточно, и может быть 10500 недостаточно. Поэтому мы сделали такой классный информационный повод, о нем написали больше 100 СМИ, в том числе половина федеральных. Мы считаем, что где-то примерно миллионов 10 услышало, что есть такая улица, что есть улица, допустим, Сака и Ванцетти, названная в честь людей, которые никакого отношения к Екатеринбургу не имеют. Нас услышали, были разные мнения, за, против, также примерно поделились пополам. Ну, те, кто нас поддержали, да, все-таки в улице Путина их было меньше всего. Вот, конкретно Путина касается, да. Но мы это сделали для того, чтобы нас услышали. Нас услышали, это хорошо. Есть какие-то планы в дальнейшем на будущее? Смотрите, планы есть. Наша организация называется СМС. То есть мы посылаем некий такой месседж, послание, да. Нас ли захотят услышать, если, ну, посчитают, что мы правы. Да, это хорошо. Тогда будем действовать вместе. Если люди считают, что это неправо, значит, наш месседж был направлен туда, значит, мы ничего предпринимать не будем. Поэтому наши планы, вот, делиться идеями. Если что, то, вот здесь внизу указано, есть группа в Фейсбуке. Типичный Екатеринбург. Главное, не перепутайте, не ВКонтакте, а в Фейсбуке. Вот заходите, там общаются люди с похожими идеями. Спасибо. Спасибо еще раз. Это был Евгений Рякин.